Спартакиада среди несовершеннолетних под названием «Сделай правильный выбор» проводится с 2007 года, и каждый раз ее организаторы стараются сделать ее интересной для молодежи. Проходит она по семи видам спорта. В этот раз на Брестском стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС для школьников из 11 команд Ленинского района были организованы соревнования по пожарно-спасательному спорту. Состязание проходило в четыре этапа. Это совершенно точно было непросто, но эмоции ребят говорят за себя. Такой вид спорта им приглянулся особенно. Хочется показать хороший результат за команду, хочется показать какие-то личные навыки. Хочется как-то хорошо выступить и показать свою школу с лучшей стороны, занять какое-то место и получить, самое главное, хорошие эмоции. Сегодня нам оказывают помощь и принимают у себя в гостях городской отдел по чрезвычайным ситуациям. Это та сфера деятельности, которая, я думаю, интересна молодежи не только с точки зрения показать свое физическое развитие, но и имеет четко выраженную профессиональную направленность. Мы уверены, что те, кто сегодня поучаствует в мероприятиях, задумаются, не их ли это будущий профессиональный выбор, не они ли именно должны прийти на смену нынешним работникам отдела по чрезвычайным ситуациям. Поэтому в данном случае эти мероприятия решают две задачи. Не только воспитательную и привлечение к здоровому образу жизни, но и профориентационная задача решается сегодня. В реализации молодежной политики задействованы несколько отделов администрации Ленинского района. А с ребятами, которым нужна некоторая коррекция, в воспитании активно работает комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних. По их мнению, такие спортивные мероприятия очень позитивно влияют на молодежь. Такие мероприятия проводятся систематически, особенно в летнее время. Почему в летнее время? Потому что в это время дети не учатся, они минимум времени проводят в учебных заведениях, соответственно, зачастую предоставленные сами себе. Это не всегда идет им на пользу, потому что не всегда их посещают хорошие мысли. Для того, чтобы этих мыслей, плохих мыслей у детей было поменьше, организовываются вот такие мероприятия, как сегодняшние. В чем его особенность? В это мероприятие вовлекаются несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа органами внутренних дел, в частности, инспекциями по делам несовершеннолетних. Но не только. Нельзя сказать, что тут находятся исключительно они. Тут находятся другие дети, в том числе те дети, которые требуют где-то себе немножечко более пристального внимания, чем все остальные, которые требуют какой-то, будем говорить, коррекции в своем поведении. Они находятся тут. Хочу сказать о том, что дети подобные мероприятия посещают с большим удовольствием. Приняв участие в этих соревнованиях, ребята действительно прониклись этой совсем не простой, но такой необходимой для всех людей профессии. Они поняли, как сложно быть настоящим спасателем и выполнять свою работу качественно, а главное быстро, невзирая на разного рода сложности. Очень радует, что многих из школьников это не просто не напугало, а напротив, теперь кто-то из них даже рассматривает для себя эту профессию в будущем. Я бы очень хотела еще поучаствовать в этих таких соревнованиях. Ну вообще я уже пару раз задумалась пойти на МЧСника, но типа мама говорит, что очень тяжело будет, поэтому говорит, типа лучше в мед идти, но я все равно как-то хочу сюда, ну не знаю, или пойду. Понял, что это сложно, очень сложно. И когда человек находится в огне, он еще в этом костюме, ему еще становится еще жарче. То есть, ну это подготовка хорошая, нужна, чтобы выносливость была. По итогам соревнований по пожарно-спасательному спорту третье место заняла средняя школа номер 27, второе средняя школа номер 16, и триумфальное первое место в этот раз одержали ребята из средней школы номер 33.